Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем 63-ю подсчёту передачу в рамках авторской программы «Конституция. Мы». Сегодня тема нашей передачи – реализация консионных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. И мы пригласили в студию нашего дорогого гостя. Это главный врач Якутско-республиканской клинической больницы. Заслуженный работник здравоохранения России, заслуженный врач республики, почётный гражданин нашего города Якутска, кандидат медицинских наук Васильев Николай Николаевич. Добрый день, Николай Николаевич, рад вас видеть. Ну, хочу сразу сказать, что в студии нам помогают режиссёры Марьи Новгородова и Николай Слепцов, редактор нашей программы Сарглана Антонова. Николай Николаевич, как вы решили стать медиком? Что этому способствовало? По-моему, вы из Нюрбинского района, да? Расскажите вот про ваше детство, какую школу закончили и как вы приняли решение стать врачом? Добрый день, дорогие телезрители, радиослужители. Ну, я как, почему врачом стал? Ну, я после окончания средней школы, это Марьинская средняя школа Нюрбинского луса, закончил 10 классов, и после этого я решил стать медиком, потому что у меня мама очень больная была, инвалидом была, потом как-то на своих глазах сострадание любимой матери, это меня как-то повлекло, чтобы именно быть врачом, и потом, когда еще у меня один родственник тоже работал врачом, и как раз вот в деревнях, а раньше были в Советском Союзе, это медосмотр проводили, приходили в центральной улусной больнице, и как раз они, вот врачи, останавливались в моем родительском доме. Поэтому вот именно то понятие, вот люди Белях-Халата, которые вот очень добрые люди, и спасают людей, и потом как-то вот интересно было, и общался с ними, вот будучи школьником еще, как работа, прочее все вот, и пришелся вот поступить в медицинский факультет Якутска государственной университеты, а раньше вот так и называлось медицинский факультет, сейчас уже медицинский институт, и, конечно, очень большая конкуренция была, конкурс, конечно, документы сдал, но после школы и сразу я не поступил, баллов не хватило, потом два года раньше так принято было, чтобы работать, ну, как комсомольской такой бригаде. Школа производства, движение было. Да, школа производства, да, школа производства, вот труд. Потом вот именно вот комсомольской линии, путепки, я когда в городе остался после этого, и такой строительный, такой отряд был, который строил КПД дома, я как вот первая профессия, трудовая книжка, написанная плотник стол первого разряда. Поэтому, конечно, работа тяжелая была, сразу после школы, 50 градусов мороз, там, и я очень боялся высоты, как-то поднимаешь пятый этаж, и сразу балкона, работу делаешь, и как-то вот уже головокружение бывает, потом как-то вот любил. Ну, два года отработал, потом сразу поступил в медицинский факультет, потом выбрал профессию терапевта, но потом я специализировался врачом-гастроэнтрологом, это узкой специальности, и вот сегодняшний день, ну, нет, одна трудовая запись, Якульская городская клиническая больница, это, когда распределение было, и меня перенаправили в Якутскую городскую клиническую больницу, и в то время как раз был Римон Контолий Павлович, главный врач, но, к сожалению, ее сейчас нету, и он меня очень хорошо принял, потом соволе Динаида Ивановна, по медицинской части Демисити, и тоже со мной беседовала, узнала, почему вот именно стационаром хочу работать, но я сказал, что именно хочу стационаром, чтобы набраться опыта, потому что стационар очень действительно много проходит, и мы в то время, наша Якульская городская клиническая больница, единственная в городе Якульск большая клиника была, а раньше национального центра медицинского не было, потом от Б2 развивался, Республиканская больница номер 2, потом национальный центр медицины, потом именно выбор профессии, вот повезло стать врачом, и потом как-то вот после четырех лет работы в практическом здравоохранении врачом-гастроэнтрологом меня коллектив выбрал освобожденным председателем профсоюза, коллектив очень большой был, 1800 человек, потом именно по закону было освобожденного председателя, должны выбрать, потом я согласие дал, но свою работу я не бросил врача-гастроэнтролога, потом 0,5 стакана разрешилась, и ходил работать, бегал с администрацией в свое отделение гастроэнтрологии, в то время очень такие деревянные здания были, не было таких каменных зданий, один только был, когда пришел в горскую больницу, и вот это, и потом очень хорошее наставание у меня, заведующая отделем, Людмила Тарасовна Николаева, вот она как врач-гастроэнтролог высшей коллективной категории, и как раз после поступления на работу, мне специализировался, я на Куроидне, Харковский медицинский институт, поэтому школа у меня харьковская, вот по гастроэнтрологии. Ну вот в прошлом году мы отмечали столетие Якутской республики, а если так войти в историю, получается, ваша городская больница, она имеет 180-летнюю историю, если я не ошибаюсь. Да, и в этом году. В этом году отмечаете, да? В этом году отмечаем. Вот, и, конечно, начиная с царских времен, вот эта первая, наверное, гражданская больница работала, и, конечно, вот система здравоохранения совершенствуется, мы должны реализовывать конституционные гарантии, тем более, вот Михаил Ефимович Николаев в свое время указ номер один издал в 92-м году в январе месяце, именно о развитии совершенствования здравоохранения. Вот вы, как руководитель этого учреждения, насколько я знаю, вы более 30 лет уже во главе этой больницы стоите, в чем смысл вот этих реформ, и для чего вот вы были городской клинической больницей, а сегодня вы республиканская клиническая больница. В чем смысл? Ну, если взять столетие и АССР, конечно, очень большие изменения в здравоохранении произошли. Вот этот первый указ президента нашей республики, Михаил Ефимович Николаев, это стало основой, основном развитии здравоохранения, современный период. И действительно, после этого указа уже начали реализоваться проекты строительства очень многих лечебных корпусов, поликлиник. И сразу план Министерства здравоохранения, стратегии развития приказом утвердил. И это очень сегодня мы чувствуем. И сейчас совершенно современные у нас, вот как Национальный центр медицины, борьбы номер один, вот как кардиоцентр, вот новый сейчас, вот скоро онкологический диспансер зададут. Потом действительно, вот очень, который я хотел бы сказать, о том, что как организаторы здравоохранения, это та политика нашего государства и во главе президента Владимира Путина, это тоже какой-то странной конституции, тоже касается, это основа закон о здравоохранении. И самое главное, вот у нас национальные проекты сейчас разбиваются очень много. Поэтому наша больница, вот называлась, правильно листаника сказали, что городская клиническая больница, старое название, ну, в этом году 180 лет будет в нашей больнице. В 1832 году первая гражданская больница на пять коек организованы, здесь якутские, и в якутской губернии относились, оказывается, когда историю изучаешь. Поэтому действительно, вот это началось, и наша больница, как вот пунктами развития здравоохранения республик, можно сказать. потому что первая больница у нас была. И там работают очень многие знаменитые организаторы здравоохранения, и Сабченко, Памин, вот, Памин очень такие, наши медицинские сообщества знают, и потом наши министры здравоохранения, советские периоды, постсоветские периоды, вот, действительно, очень хорошие организации. вот Прокопий Андреевич Петров, я хочу именно, тоже, как вот, я стал медиком, как раз он министром здравоохранения республики Саха-Якутия, я с ним сталкивался, работал, он очень хороший, талантливый организатор здравоохранения, никогда, когда с обещанием руководителем, он никогда, ну, такого, высоко, свой голос не поднимал, он понимал молодых докторов, когда я вот назначен был главным врачом, я совсем молодой был, потому, действительно, очень много опыта он нам рассказывал, как работать и прочее, потихоньку, потихоньку наша больница развивалась, на то время, действительно, у нас экстренная больница, как больница скорой медицинской помощи была, и все, много проблем на больнице, раньше все хирургические, травматологические, нейрохирургические службы были у нас, потом, когда в 2000 году реорганизация была, уже мы передали это в наше отделение Республиканской больнице номер 2, и как раз вот на наших базах отделениях создана была Центр экстренной медицинской помощи Республиканской больницы номер 2, поэтому я очень рад, когда моей коллеге, коллектива, уже сейчас, многие работают там, возглавляют, и заведующие отделения работают, они очень благодарны, потому что, действительно, очень хорошую такую работу прошли, как врача, потому что это экстренное, это совсем другом, это очень большая практика, потому что, и мы, больницы являются базой, клинической базой университета, раньше университет, и якутская медицинская база, колледжа, здесь, городе Якутска, проходит практику, и наши многие врачи тоже преподают, работают, и сейчас уже мы называемся, 2018 года, это Якутская республиканская клиническая больница, почему вот название поменяли, потому что у нас тоже изменение согласно законам, федеральных законов здравоохранения, чтобы именно муниципалитеты, раньше были мы в муниципалитетах, городская была, городское здравоохранение было, во главе было очень много уважаемого Стручкова Александра Николаевна, да, ясно, и все работали, да, вот четко вот она, когда я главным врачом, вот как раз она представлена главным врачом, и это дату я точно на январе помню, и, конечно, Александра Николаевна очень жесткая была, все это видела, знала о том, как разбить и прочее, молодого человека, как-то не боясь, до этого меня работали очень большие мастер-тетные люди, Ягольница, Юрьеменко, вот, очень божьемые люди, и потом вот как-то на моем, на моей кандидатуре, ну, альтернатива была, там, несколько тоже наших коллег, потом почему-то упала на мою кандидатуру, чтобы быть, но я помню, когда, говорит, сполком был, раньше, не мяри назывался, а, говорит, сполком был, и как раз Павел Павлович Бородин был, в сполкоме, и первая встреча была Павла Павловича, Бородиным была, когда, значит, там, согласование проходит, же, да, и как раз, вот, Павел Павлович, вону, сказал, я, говорит, вас поддерживаю, вы перспективный, молодой человек, и профсоюзов работали, знаете, тоже людьми работали, это, просто так не бывает, что у вас организационные способности, поэтому просил прямо не отказаться, ну, я 3-4 дня думал, согласовал своими родителями, но родители против были, потому что совсем молодой и такой большой коллектив, почему это самое, вас выбрали, очень, поэтому оставаться на своем стационаре гастроэнтерологическом, вот такие советы, вот он как-то отказал тоже, уважаемая человека, Павла Павловича, Александра Николаевна, поэтому пришлось согласиться, но, конечно, первые годы, очень, трудно было, у нас больница, конечно, старая была, раньше все древянные дома были, вот, когда при обходе городской, вот, территории городской больницы, когда обходишь, там, с правой стороны было деревянное одноэтажное здание, это уже раньше инфекционное отделение, потом мы туда глазное отделение завелим, очень много переезда было, и даже печным отоплением дома были, потом улица Октябрьская была, централизованная под лабораторией была, тоже печным отоплением, одноэтажным домом, поэтому, когда я пришел, действительно, база очень плохая была, потом потихоньку, вот, наш поддержал государство, Александра Николаевна, и вот, у нас уже появились в 90-м годах, вот, уже в 92-м году, в 93-м году, уже корпус номер 3 и 4, ну, сейчас мы называем народознайкардио-терапевтический корпус, рассчитан на по 120 коях, потом 240 коях, окошевое количество, ну, сейчас в этом корпусе он находит наше специализированное отделение, но самый главный корпус, первый, это большой, пятиэтажный, сейчас, где находится онкологический диспансер, там, как раз, вот, хирургические службы были, потом уже, вот, сейчас мы передали из-за того, что, вот, сейчас, плохое материальное обеспечение онкологический диспансер, поэтому, вот, они нас отделили, вот, эту базу взяли, потом я согласился. Но вы не просто организатор, не просто руководитель, вы еще и наукой занимаетесь, вы являетесь кандидатом медицинских наук, какая у вас специализация по диссертации? Да, в 1996-м году я защитил кандидатский диссертат на соискание ученой степени, это по специальности гастронтрология, потому что я врач гастронтролог, но, конечно, трудно было, чтобы работать в научном плане, потому что все-таки руководитель это постоянная занятость, да, 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 но это я очень благодарен своему медицинскому факультету, то время медицинского, факультет и укусного государственного степени, нашим капитуляльным работникам, которые в это время работали на нашей базе, и вот как-то меня Мила Григорьевна Чебыева, доктор медицинских наук, профессор, у нас базировалась, гастронфлодинаучным консультантом была, и как раз вот тем нашла, и вот давайте работать, и действительно после работы до глубокой ночи заниматься наукой, там работать, исследования проводить, прочий, вот хеликобактер, болезни пищевого органа, пищевого обрения был, вот впервые вот это, я вот как степенённый научный работник стал, и раньше исследования проводились, но многие проводили по язвенной болезни, но хеликобактер никто не изучал, именно бактерию, которая поражает желудочно-кишечный тракт, поэтому именно вот эта диссертация, когда я в Москве, перед Московским медицинским институтом защищался, и как раз вот у меня профессора, академики хвалили о том, что именно тема окончена актуальная для Якутии, потому что мы действительно в таких климатических условиях проживаем, и это питание связано, прочее всё, потому что всё-таки мы в северных условиях такие качественные продукты и прочее раньше не было, заболевания желудочно-кишечного тракта, очень большое распространение было, поэтому именно научную работу вот такую тему я выбрал. То есть получается вот ваша диссертация, ваши научные исследования, они легли в основу других практического применения, да, то есть от науки к практике мы можем об этом говорить сегодня, а вот в дальнейшем есть какие-то планы защиты докторской диссертации? Да, Александр Николаевич, конечно, мне уже практически готова докторская диссертация в этом плане, даже продолжил, вот велико вактор, вот условия крайней сибири, и научный руководитель, вот, Людмила Георгановича Буеба, руководством, да, и московским профессором тоже уже в тесном контакте вот работали, и сейчас действительно чуть-чуть исправлений и прочее, связи вот отсутствием свободной беремени, да, как-то отложил, потом, вот, три года кобид, сами знаете, да, наша больница центром кобиды лечения было, поэтому уже не до того было, чтобы защитить докторскую диссертацию. Но мы в скором времени прервемся, у нас будет реклама, а потом продолжим, поэтому просим дорогих телезрителей и радиослушателей быть на связи. Дальше во второй части мы обсудим еще ряд интересных вопросов о обязательном порядке. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы сегодня говорим на тему реализации концомных прав граждан на охрану здоровья. И с этой точки зрения вот в студии у нас Николай Николаевич Васильев, главный врач Якутско-Республиканской клинической больницы номер 3. Николай Николаевич, в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации общенародным голосованием. Ну и конечно основные постулаты это в первую очередь конечно жизнь и здоровье человека это самая главная ценность, главный ресурс страны наверное. Вот как вы считаете, как организатор здравоохранения вот эти основные консольные гарантии насколько полно реализуются в нашей республике. Что в этой связи могли бы отметить с точки зрения законодательного нормативного правового обеспечения? очень хороший вопрос спасибо ну действительно вот если взять Конституцию Российской Федерации уже в этом году 30 лет будет и это является Конституцией правовой основой для здравоохранения Федеральный закон 323 основы охраны здоровья Российской Федерации вот основные законы которые приняты в федеральном уровне и закон о медицинском страховании который приняты в федеральном законе и лекарственного обеспечения поэтому чтобы это не ущемлят права граждан наших пациентов и основываясь на этом у нас отредственным Министерством здравоохранения задаются приказы и вот этом приказе все чтобы человек пациент должен знать но в первую очередь свои права поэтому у нас вот страховая медицина и обязательное медицинское страхование основы у нас пациенты все застрахованы сто процентов поэтому вот когда они поступают в больницы они вот страховые пользы и когда человек недоволен например лечением обследованием работой врача лечащего поликлиника может действительно может свои предложения удушения качества работы или какие-то жалобы да недоволен они поддаются страховым компаниям у нас якутируют три страховые компании поэтому действительно они имеют своих экспертов и когда приходят например якутская республиканская калининская больница они не наши врачи экспертизу права по историям болезни именно эксперты которые назначили приказом территориального фонда бездачи медицинской страховой у них штатные вот как раз есть эксперты которые анализируют все вот истории болезни начало поступления до конца выписки поэтому действительно вот права человека в этом плане конституционно все соблюдается по-то иметь гражданин имеет право даже вот лекарственном обеспечении закон федеральный говорю о том что есть бесплатные рецепты которые даются льготные инвалидам сейчас вот участникам СБО это все учитывается и те болезни которые у нас как сахарный диабет вот все это лекарство если человек стоит на диспансерном учете все это лекарство получает бесплатно ничего не оплачивая он стоит обязательно должен стоять диспансерном наблюдении участкового врача тогда это лекарство лечение все бесплатно но некоторые болезни да вот например высокотехнологическая медицина которая сейчас разбивается вот и сейчас вот Асин Сергеевич Николаев очень вот в своем выступлении да собрание тумен послание да действительно здравоохранение первого приоритетное говорит о том что должно развиваться не оставать потому что у нас действительно в научном плане очень много делится делается на уровне медицинского института учеными многие сейчас лечения техника обследования оборудования шикарно поступало вот даже взять компьютерный уровень который даже мы не думали что это такой компьютерный томограф в нашей республике будет поэтому магнитный резонанс томограф это действительно очень дает эффективные результаты обследования на клеточном уровне все можем это обследовать и поставить правильный диагноз раньше действительно только рентген был это обычный российское производство советское производство а сейчас уже вот это импортные оборудования очень высококлассе не все пошел шаг вперед ну вот конечно если вернуться 2020 году к началу пандемии коронавируса вот вы первыми как говорится приняли эту атаку вот вообще вот если проанализировать этот тяжелый тяжелейший период насколько синхронно работали органы власти и работники сферы здравоохранения и какие были трудности с чем вы столкнулись и повлияло ли это на качество на какой-то профессиональный рост наших врачей и медицинских работников спасибо за вопрос ну действительно три года это ну как история останется наверное потому что от всей Российской Федерации мира это очень такое распространенное вот новое коронавирусное инфекция ковид-19 уже мы первого больного 17 марта 2020 года 11 часов 50 минут нашим стационаром поступил мы называем нулевой пациент и мы конечно до этого я врачи подготовил в том плане как лечить как с ними уходу прочее потому что это инфекционное заболевание как можно сказать особо опасная инфекция поэтому очень опасны были но подготовленность которых наших врачей и медсестер оказалась на высоком уровне мы действительно как-то не боялись и именно наши врачи медсестры конечно вот защитных костюмах работая с утками это очень страшно было и даже сам боялся о том что не дай бог вот групповое изражение больных наши медицинские персоналы что-то будет и прочее но мы как-то на высоте медик но в основном все медицинские работники нашей республики на высоте но это действительно тоже как организации как министерство здравоохранения республики и потом у нас оперштаб которого возглавлял Есений Сергеевич Николаев заместитель комиссии была Ольга Валерьевна заместитель председателя правительства поэтому у нас все организации работы все под контролем правительства министерства здравоохранения все было поэтому первых конечно не было такого именно как лечить кобид это только новая инфекция не изученная была поэтому очень трудно было поэтому и потом сейчас уже идет 19 версия лечения чтобы это министерство здравоохранения российской федерации вот уже 19 версия 20 года уже 19 уже изменяется и лекарства и прочее вот 19 версия наши доктора лечат кобид 19 но через кобид 19 сегодня у нас согласно приказу министерства здравоохранения имеем 35 коек согласно приказу но сегодняшний день в стационарах находящий сегодняшний день 19 больных в основном они легкой степени в основном те не вакцинированные наши пожилые люди поступают конечно как-то бывает ну как вот смотришь со стороны человека и как-то вот человеку не дошло в том что помогает бакцина как-то все вначале все боялись этой бакцины и вот они некоторые не бакцинированные оказались они подхватывают вирус и болеют ну действительно когда вот в 2020 году мы ничего так можно сказать паники не было в нашей больнице мы быстренько отделение реконструировали потому что другие требования распотребнадзора было чистая грязная зона красная зона потом все это на нашей плечах было организаторов здравоохранения потому что своими собственными силами хорошо что вот я создал техническую службу вот ребята наша техническая служба показала себя очень высокой подготовленности они в течение суда быстро вот отделение перебратить кабинное это очень трудно вот я еще раз повторяю требования совершенно другие были поэтому вот благодаря вот основной нашего коллектива сплоченности да и пониманием у нас никто паник чтобы отказов не было некоторые говорят вот как-то вот в социальных сетях что врачи отказывались пойти осмотр врача у нас такого отделения не было поэтому отделение уже заранее они подготовились это у нас марте двадцатого года мы января уже двадцатого года начали обучать свой персонал чтобы знали что как подходить как и самое главное вот правильно одевание вот сизов это очень зависло потому что все по правилам одевать надо как съемать то же самое если что-то путается это может инфекция сразу распространиться распространяться может я сам лично вот когда первый парах марта ну двадцатом году до конца двадцатого года я сам пример давал и ходил по отделениям обхода но не боялся там как-то вот сказали ну почему главный врач именно я дал своим коллегам стимул что именно тоже руководители ходят с ними вместе проще потому что все-таки картину какую представлять находясь в кабинете закрытом руководитель не поймет вот именно я сам лично вот контролировал помогал врачам именно по питанию потому что они выходя из отделения работали но я очень благодарен нашим волонтерам нашему правительству коммерческим организациям все как одна семья стали это перед бомбирем ковидом все никто не отказывался все помощи что чем прочее все вот реисеркуляторы раньше у нас действительно очень много нужно было школа наша образовательная и все вот что есть мы собирали по городу Якульске и действительно вот это кабинный стационар организован у нас была комиссия министерства здравоохранения переезжали смотрели распотребнодзор города Москвы и у нас очень положительный отзыв что именно Якутия даже у нас во время ковида периода даже нам сказали это пример другим субъектам это благодаря действительно старания нашей главы республика Син Сергеевича Николаева конечно Син Сергеевич с пониманием относился и всегда помогал потому что дополнительные средства финансов тоже нужно было закупить лекарства сизов это очень большие затраты потом я хочу благодарить мере города Якутска потому что они автобусом помогали и наши врачи в основном жили в гостинице в течение года поэтому они отрываются от семьи конечно пониманием отношусь когда семьи нет одни в одном гостинице они никуда не уходят приходят с работы ночуют и сразу утром оптовоз подается и они сразу на работу поэтому наши врачи в этом плане никто паники и кто-то жалобы что такая работа тяжелая не было А вы как допустим вот тех врачей которые отличились в какие-то государственные ведомственные награды поощрили? Да действительно это все равно я хотел бы сказать конституционные права наших врачей тоже мы врачи тоже должны конституции основываться и действительно труд должен оцениться нашим правительствам Министерства здравоохранения конечно все врачи ведомственные награды Министерства здравоохранения Российской Федерации и наши правительства Республики Саха-Якутия многие стали заслужены врачами Республики Саха-Якутия раньше как-то вот обычное время нормальное время бывает иногда один а здесь многие но уже где-то я не ошибусь наверное где-то у нас 10 врачей уже заслужены врачами Республики Саха-Якутия заслужены врачами Российской Федерации еще ордена получили медали получили Владимира еще почина поэтому действительно очень хорошо отцена наша работа кабинный период и поэтому вот они со стороны смотрят и все наши вот это летально сходов очень много но все они контролируются все все у нас умершие все паталонатроническим вскрытием ушли потом Диана Сапала и правильное лечение как и прочее все истории мы направляли МИЗДРА по России на экспертизу потом действительно вот там большая работа была но вот меня интересует еще один вопрос вот вопрос взаимодействия вот этих крупных медицинских учреждений насколько это организовано и как проводится координация или существует некая такая узкая специализация для каждой больницы да Александр Николаевич здесь я хотел бы сказать у нас больницы они разделяются по уровню оказания медицинской помощи и поэтому первый второй третий уровень и ну первый уровень это наши районные больницы второй уровень это наши городские поликлиники и третий уровень это основном три больницы это РБ номер 11 на центре медицины РБ-2 центра экстременцинской помощи и 2018 года это Якутско-Республиканская Калининская больница почему мы третий уровень перешли потому что у нас в 2018 году указом главы республики Син Сергеевича Николая распоряжение наши присоединили перенетальный центр на 245 КОИ поэтому это перенетальный центр на всю республику работает уникальный центр ну кто наши женщины побывали родили это перенетальный центр для республики Саха-Якутия или города раньше конечно у нас не типовые здания были которые роддома не соответствовали по всем параметрам и конечно вот это перенетальный центр нашего города и поэтому как третий уровень и тем более наша больница все специализированные отделения работают которые республика единственная как гастроэнтрологическое отделение рематологическое отделение пульмонологическое отделение инфекционное отделение терапевтическое кардиологическое отделение поэтому почему вот я хотел еще сказать почему мы кабинным центром стали потому что у нас инфекционный единственный сационар республики и пульмонологическое отделение. Поэтому попробовали, что врачи уже подготовлены к пульмонологу, инфекционисту. Именно возражение вирусом COVID-19, поражение легких. Поэтому именно наш министерство здравоохранения и оперативный штаб по COVID-19 назначен в нашу больницу. Я хотел бы отметить, что на самом деле у нас очень интересный разговор состоялся. Николай Николаевич, хочу вас поблагодарить и пожелать вашей многотрудной работе и всяческих успехов. Конечно же, реализация консульных прав граждан на охрану здоровья – это должно быть приоритетом. Но тем более мы живем в особых природно-климатических условиях. Поэтому разрешите через вас передать слова благодарности всем медицинским работникам за их каждодневный труд. И не зря говорят «Врач – это ангел в белом халате». И мы всегда надеемся, что наше здравоохранение будет нам помогать. Спасибо. Я передам коллективу. Потому что год труда, чтобы мы все эффективно работали.